В завершении нашего разговора про перегрузку операторов я расскажу о еще нескольких вещах, о которых стоит помнить при перегрузке операторов. Начнем со стандартной семантики. При перегрузке операторов стоит соблюдать стандартную семантику, то есть не стоит перегружать оператор плюс как оператор умножения, оператор делить как оператор взятия остатка. То есть разумно, чтобы поведение ваших перегруженных операторов, оно в некотором смысле соответствовало поведению этих операторов для встроенных типов. Таким образом, человек, который будет работать с вашим кодом, будет понимать, что здесь происходит. Да, конечно, если ваша задача запутать его, то тут у вас большое пространство для работы. Однако, если вы хотите написать код, с которым будет удобно и просто работать, то, конечно, стоит соблюдать стандартную семантику. Например, если вы определите оператор плюс как оператор, который ничего не возвращает, то синтактически это возможно, причем бы и нет. Однако, вы гарантированно поставите в ступор человека, который будет с этим оператором плюс работать. Он будет ожидать, что оператор плюс будет вести себя так же, как аналогичный оператор для встроенных типов. Да, конечно, существуют библиотеки, в которых стандартная семантика нарушается, бывают библиотеки, в которых операторы используются совсем не в тех смыслах, в которых они используются для встроенных типов, но это некоторые специальные случаи. В большинстве случаев стоит, конечно, сохранять стандартную семантику и обеспечивать поведение аналогично тому, которое есть для встроенных типов. Следующий важный момент — это приоритет операторов. Стоит помнить о том, что при перегрузке нельзя никак повлиять на приоритет операторов. Приоритет операторов для перегруженных операторов будет точно такой же, как и для встроенных операторов. Давайте рассмотрим на следующем примере. Пусть мы для нашего класса вектор определим операторы сложения умножения скалярного, то есть сложение умножения скалярное, и еще добавим оператор векторного умножения. Ну, так как у нас только один оператор умножения, мы возьмем какой-нибудь другой оператор, и будем считать, что этот оператор задает векторное умножение. Например, оператор EXOR, то есть исключающего ИЛИ, побитого. И будем использовать его в смысле оператора векторного умножения. Да, действительно, это удобно. Мы определили специальный оператор для конкретной операции над векторами. Дальше можно писать большие выражения. Но проблема в том, что нам никто не гарантирует, что ваше представление математическое об операторе векторного умножения будет соответствовать приоритету операторов, который задан синтаксически для встроенных операторов C++. То есть вопрос о том, в каком порядке здесь будут вычисляться эти операторы, он открытый. Я бы не рассказывал про то, какой приоритет у каждого оператора, и поэтому, если у вас этих знаний заранее нет, вы сейчас не можете мне сказать, как здесь будет происходить вычисление. Ну, вы знаете про то, что приоритет оператора плюс меньше, чем оператора умножить, и поэтому обычные арифметические выражения вычисляются естественным образом. Но что происходит здесь, это вопрос. Это вот еще одно домашнее задание. Для того, чтобы избежать таких случаев, если уж вы ввели новый оператор, и вы написали некоторые выражения, в котором непонятно, в каком порядке будут вычисляться аргументы, ну, добавьте скупки. Ну, в данном случае, видимо, естественно, добавить скупки вот так вот. И таким образом вы что-то там получите. Последний момент — это уже синтаксическое требование о том, как можно перегружать операторы. Можно перегружать операторы только для пользовательских типов. При этом важно, чтобы хотя бы один аргумент вашего оператора был пользовательский. Нельзя пытаться перегрузить оператор плюс для инта и дабла, или там, инта и була. Важно, чтобы хотя бы один из аргументов был пользовательский, поэтому вот такой оператор вы перегрузить не сможете. Но это уже синтаксическое правило. Если вы такой попытаетесь оператор перегрузить, то это просто приведет к ошибке компиляции. На этом более-менее все, что хотелось сказать про перегрузку операторов. Отдельным вопросом стоит перегрузка операторов выделения памяти, ну, так как она связана с разговором о том, как правильно реализовывать вообще управление памятью. То есть это отдельный большой вопрос, про это разумно, если вам интересно, почитать какую-нибудь книжку. А синтаксически, ну, там, все, никаких сложностей нет. Продолжение следует...